Спаси Христос Игнатий Тихонович. Слава Христу. Так что-то вас не видно. Вот теперь вижу. Видно, да. Я Вячеславу писал, но что-то он тогда в храм собирался. Я по поводу крещения, вот когда можно вообще приезжать, чтобы... Но с Вячеславом вы бы говорили, он как едет. Вы где живете-то? Я в Оренбурге живу. Ну вот, как-то надо подсоединяться. 10 июля будет. Июля 10. Чтобы он вас проверил. Приехали пораньше, мы позанимались сколько-то дней. Но 10 июля уже и будет крещение. По всем правилам. Полное погружение в озере, бесплатно. Проверенный человек, что катехизацию прошел, знает все. Принял Христа всем сердцем. Ну вот, когда можно вам сейчас заранее, за три дня там приезжать? Ну за три дня, если даже за неделю, то это неплохо будет. Вячеслав этим занимается. Он едет как, чтобы мы подсадились к нему. Тогда одновременно встречать тут на машине будут проще тогда. Он знает дорогу. Он уже несколько лет приезжает. А с ним ехать, да? Да, желательно. Когда он проезжать будет, а вы тут на этой станции к нему подсядете. Где у вас выход-то на Транссибирскую магистраль? Нет, мне к нему надо ехать. Ну не знаю. Лишние километры будут у вас. Подумайте, как сделать, чтобы вам зря не королесить там где-то. Где они едут, подсоединиться, в какое время. Это подсчитать можно. Я думаю, такой вариант более подходящий для вас будет. И уже дорогой у вас будут занятия, беседы, знакомства. А вот сколько отказаний вы не знаете, да? Будет делать? Он знает, сам решает. Потом люди собираются, которые... Тогда ответ будет дан. Я вам выпишу путевку, чтобы вы знали, что с собой брать. Вот я это могу сделать вам буквально сегодня. Посмотрю, как... Вы можете делать, да? Да. Именно, что брать. Это как... Уже мы проверили, что необходимо. Там белое одеяние, такое почти до 5, чтобы было. Там из простыни можно сделать, шить, как халат. Вот. Ну и какая погода будет. Мы говорим, какая обувь, сколько, чего. Вот так. А вот... Материал-то у вас о крещении. Есть материал о крещении? Есть. У меня вот... Во свете Библии сайт. Ну, тем более. Там к истинному православию называется книга. Это моя. Там... Я могу даже тоже скинуть. Оглавление... А там какая страница, в нее давнете и сразу зайдете. Есть, есть. Все есть. Ну, это... Тогда... Мы просто молимся о всех, которые думают приехать, да сохранит и воразумит Господь. Угу. Так, вопрос у вас... Нет? Еще есть вопрос. Давайте. Стоит ли, то есть, общаться с мусульманами, с общениями? Не надо. Не надо. Это очень крепкий должен быть человек и не один. Из-за очень. Очень не встречайтесь никогда. Это опасно. Не, а вот даже крепкий человек. Ну, они, видите какие. У них убийство считается за святость. Так что смотрите. Какие слова говорить? Я вот три слова никогда с ними не произношу. Аллах, Мухаммад, Коран. Три слова никогда не говорите. И лучше вам не встречаться, пока хорошо не окрепнете. Они очень опасные люди. Они знать не знают свою книгу. Они не читают. А только Аллах Акбар и все. Так что смотрите. Я вам дал совет. Потому что я встречаюсь с тысячами мусульман. Я их знаю очень хорошо. Беседуя с ними, я показываю Слово Божие, Библию. Считай отсюда. Меня Господь послал проповедовать. А их спрашивают, читали ли они свою книгу. Это вот у них книга, как у нас вместо Библии. Они не читали. Передо мной прошло в прошлом году 2600 мусульман. И ни один не считал. Как с ним беседовать-то? Он ничего не знает. Абсолютно ничего. Только голые бабы их интересуют. Это жеребцы. Ему описали 4-я сура, 3-й аят разрешает иметь 4 жены. Так, мне уже звонят. Так, все? С Богом. С Богом. С Богом. Все.